Это Avenger, американская машина ПВО, которая едет на охоту. Здесь идет дождь и небо затянуло тучами, но ребята-зенитчики все равно разворачивают установку. Машина, так сказать, расправила свои крылья. Там заряжены ракеты Stinger, которые могут сбивать все, что летает в нашем небе и наблюдает за нашими военными. Любые российские наблюдательные дроны и даже ударные ланцеты. А еще шахеды и ракеты. Экипаж такой же машины, которую мы в ТСН показывали вам в прошлом году, на Киевщине уничтожил вражескую ракету типа «Земля-воздух». И это тогда очень удивило западных партнеров, ведь установка рассчитана на уничтожение вертолетов и самолетов. Теперь Avenger прикрывает еще и наше небо на Донечине. Именно тогда, когда количество вражеской авиации и беспилотников выросло в разы. В капсуле этой машины работает Евгений. Все расчеты для выстрела производит вручную. И именно от его сноровки зависит, собьет ли цель, выпущенная из установки ракета. Сегодня боец очень сетует на дождь. Плохая видимость, они высоко летают и не видно. Плохая видимость, они высоко летают и не видно как им ничего, так и нам плохо видно. Такая погода для ПВОшек, можно сказать, относительный отдых. Можно сказать, относительно от починок. За одну лишь неделю на этом участке Авдеевского направления Евгений с собратьями приземлили несколько вражеских беспилотников. В основном разведывательные, но их здесь рой, говорит командир расчета Иван. За неделю это много, а вообще мало. Последние две недели начали летать стабильно, каждый день. Каждый день мы выезжаем, каждый день работаем. Установка Avenger работает как мобильная группа поддержки, когда россияне поднимают свои разведывательные коптеры. Она выезжает на то направление, где нужна. Счет идет на минуты, говорит Руслан. Он водитель и его задача как можно скорее добраться до точки выстрела. У нее очень хорошая проходимость по болотам, по кустам, по лесам. До американского Хамви, на котором и размещена установка Avenger, Руслан управлял фурами. Был дальнобойщиком в Европе, но в начале полномасштабного вторжения вернулся в Украину и пошел воевать. Границу пересек 6 марта 2022 года. Мы все-таки защищаем воздушное пространство не только на поле боя, но и не даем проходить вражеским БПЛА и ракетам на другие областя. Киевскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую. Все это позади нас. Все это позади нас. Руслан запускает двигатель и машина следует в укрытии. Сегодня дежурство для бойцов подразделения ПВО было тихим. Хотя это условность на Донеччине, говорят они. Ведь сейчас последнее слово за украинскими артиллеристами. Именно сейчас они отвечают врагам на практически круглосуточные обстрелы наших позиций.